СПАРТАК СПАРТАКОВСОВ К АТАКЕ Они рассчитывали на выдвинутого вперёд Юрана. Этот вариант довольно быстро сработал, хотя перед этим динамовцам Киева пришлось пережить несколько неприятных минут. Юран всё-таки убежал от защитников и открыл счёт в этом матче. Конечно, в таких играх неимоверно возрастается на ошибки. Неуверенно сыграл галкипер динамовцев Кутепов и уже ничья 1-1. Мостовой опередил вратаря. Спартаковцы очень много комбинировали, причём использовали и короткие, и длинные передачи. Даже навесы в штрафную площадь, однажды удар головой перепадинка, и мяч попадает в штангу ворот киевских динамовцев. Вновь, как и в предыдущей встрече, с Шахтёром очень активно действовал крайний защитник Спартака Апопов. Динамовцы, в общем, тоже не оставались сильнее. Вот эта связка Юран-Саленко действовала очень слаженно. А вот второй тайм был всё-таки полностью за Спартаком. Кажется, у киевлян быстрее сяглы силы. Лишь наблюдателями были защитники динамовцев, когда Шалимов двинулся к штрафной. Он нанёс удар в нижний угол. Всё было сделано неожиданно для вышедшего на замену Маркин-Кеннесса. Динамовцы штурмом не ответили, но счёт сравняли. Деркач удачно выбрал позицию. 2-2. Удивительно, но неудача только подхлестнула Спартак. Гости очень хорошо держали мяч, причём довольно часто обостряя ситуацию, и Шалимов нанёс точный удар.